Model Selection Пока что нас интересует результат, располагающийся слева Прокручиваю шаги Model Selection вниз И нахожу Generating Class Он состоит из достаточно длинного набора эффектов В основном среди эффектов преобладают трехмерный и двухмерный Нас интересуют только те эффекты, которые относятся к зависимой переменной Они находятся среди первых Трехмерный эффект Согласно которому протестный потенциал зависит от удовлетворенности жизнью И положения респондента на социальной лестнице И двухмерный эффект Согласно которому протестный потенциал зависит от уверенности в завтрашнем дне Однако на этом мы не можем закончить Model Selection Поскольку у Model Selection есть одна неприятная особенность А именно бывает, что результат зависит от порядка введения переменных в модель То есть вот порядок, на котором я сейчас и получил те результаты, которые только что рассмотрели Бывает, что изменив порядок, меняется и порядок удаления эффектов То есть может возникнуть несколько иная траектория удаления эффектов И тогда может остаться несколько иной набор эффектов Проверим инвариантны ли наши эффекты Относительно изменения порядка введения переменных в Model Selection Для этого я еще раз запустил Model Selection С другим порядком ввода переменных И получил второй результат Посмотрим на этот результат Опять же, прокручиваем вниз Видим, что среди всех эффектов Опять же, имеется два, относящиеся к зависимой переменной И эти два эффекта идентичны тому, что мы получали в рамках первого результата Таким образом, можем считать с некоторой долей условности Что наши результаты относительно зависимой переменной идентичны Можем перейти к рассмотрению непосредственно микроэффектов Которые формируют полученные нами в результате Model Selection эффекты